Всем привет! Сегодня узнаем, как обезболиться при помощи обнимашек, прожить долгую и счастливую жизнь с кролля-ленту в ВК и не пропустить самую экологичную кинопремьеру. Подробности далее. Прикосновение любимого человека помогает облегчить физическую боль. Причина этого кроется в эмоциональной связи между людьми. Именно благодаря ей боль ослабевает. Доказать это удалось опытным путем. Израильские ученые из университета Хайфы провели эксперименты с участием десятков женщин-добровольцев. У дам вызывали легкие болевые ощущения, ненадолго прикасаясь к их рукам горячими металлическими стержнями. Как показали эти опыты, прикосновения незнакомцы или присутствие рядом партнера или мужа практически не влияли на снижение болевых ощущений у женщин. Только когда к участницам прикасались их любимые люди, боль становилась меньше. Более того, чем больше партнеры сочувствовали женщинам и поддерживали их, тем ниже были уровни боли. Общение в социальных сетях продлевает жизнь пользователей, уверенные американские ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего. Они провели наблюдение за жизнью 12 миллионов пользователей в возрасте от 25 до 70 лет. Как выяснилось, повышенная социальная активность и поддержание связи с друзьями по соцсетям положительно сказывается на людях. Онлайн-общение, похоже, является полезным для здоровья, особенно если оно не идет в ущерб оффлайн-общению и тесно взаимодействуют с ним. Только самые крайние случаи, в которых люди проводят всю жизнь в онлайне, не общаясь с внешним миром, оказывались связаны с сокращением продолжительности жизни. Пояснил один из исследователей Уильям Хоббс. Аттракцион невиданной щедрости на канале National Geographic на YouTube появилась полная версия документального фильма «Леонардо Ди Каприо. Спасти планету». Посмотреть полуторачасовое творение защитника экологии теперь может каждый. В фильме «Ди Каприо» путешествует по разным уголкам мира, от Ватикана до холодной Гренландии, изучает влияние климатических изменений на нашу планету. А также беседует об экологических проблемах с папой Франциском, Илоном Маском, Бараком Обамой и другими небезызвестными людьми. Прокат «Спасти планету» вышел 21 октября. Это были самые завораживающие новости науки на сегодня. Пока.